Прихожане Новоафонского монастыря собрались сегодня в стенах храма в ожидании разрешения вновь разгоревшегося спора между Сухомской Пицунской епархией и Советом Священной Метрополии Абхазии. В течение трех недель священники Сухома находились на территории монастыря и служили за пределами храма. В субботу конфликт достиг острой фазы. На площади у церкви собрались прихожане Афонского монастыря и паства Сухомского кафедрального собора. Чтобы конфликт не вышел за пределы церкви, священники Дбар и Аплия пришли к консенсусу. Решением ситуации они увидели совместное проведение служб в храме Новоафонского монастыря. Но служить со священником, на которого возложен запрет русской церкви, отец Виссарион не может. Поэтому было составлено обращение о снятии этого запрета с отца Дорофея. Базовым мы взяли то обращение, которое мы готовили год тому назад, в ходе наших переговоров, на имя майкопского архиепископа. К сожалению, документ по вине майкопской епархии он так и не получил дальнейшего хода. Даже их не приняли, тех, кого мы направили туда с этим документом. Единственное, что мы поменяли, это адресат. То есть теперь мы понимаем, что нет смысла обращаться в майкопскую епархию, потому что, видимо, у него были какие-то указания из Москвы, поэтому он так себя повел. Значит, надо обращаться напрямую к патриарху. Тем более, что это делает президент вместе с отцом Виссарионом. Писать покаянное письмо глава священной митрополии не стал, так как не считает это необходимым. По словам Дбара, его статус не тот, которым наделяет его русская церковь. В ее рамках он значится как еромонах. Я оказался, милостью Божией, 8 лет в Греции на учебе, и статус мой немножко другого характера, да, церковный статус. И поэтому я всегда говорил и сейчас повторял, что писать каких-то покаянных писем, кому бы то ни было, этого не будет. Подпись президента республики под обращением также меняет статус документа. По словам отца Дорофея, заинтересованность президента в преодолении раскола Абхазской церкви и его участие в разрешении конфликта определенным образом обязует и русскую церковь вмешаться в дела, происходящие здесь. Я надеюсь все-таки на здравомыслие в московской патриархии, если даже многие из тех, кто занимаются нашим вопросом, не всегда расположены к нам, да, и сама ситуация вообще, церковная ситуация в Акуг-Абхазии не всегда способствует, да, легкому решению каких-то вопросов. Но все-таки, мне кажется, это тот вопрос, который в принципе можно решить, да, в принципе можно решить. И если по просьбе президента и отца Виссариона, да, будет снято прещение в священнослужении на меня и на отца Андрея, значит, с этого момента, кстати, это в письме тоже оговорено, в обращении, с этого момента мы можем уже совершать богослужение вместе. По словам главы священной митрополии, в случае, если патриарх Кирилл примет обращение и снимет запрет на служение и прекратит судно от иеромонаха Медбаром и Ампаром, то отношения между священниками Абхазской митрополии и Сухумско-Петсунской епархии выйдут на новый уровень. Самый глобальный вопрос, который перед нам стоит, неважно, мы или Сухумско-Петсунская епархия, это, конечно, воссоздание поместной независимой Абхазской церкви. И мы прекрасно понимаем, что это не так легко сделать. Но это конечная важная цель, к которой мы должны идти поэтапно, не мешая, прежде всего, нашим людям и пастве удовлетворять свои духовные потребности и спасать самих себя в церковной ограде. Ровно в час дня, 5 июня, в Афонском храме стало известно, что президент Хаджиба подписал обращение к патриарху Кириллу. С копией документов в храм прибыла депутат Натали Смыр. Прихожанам она рассказала, как нелегко было прийти к такому результату. Почему подписывал президент? В принципе, президент это глава государства, это, как вам, мы знаем, что церковь отделена от государства, но при этом президент заявил следующее. Я готов подписать данное обращение, то есть я готов сделать этот шаг, чтобы примирить нашу священную митрополию и Абхазскую православную церковь. Но впереди еще решение русской православной церкви. Без него трудно представить, как будут развиваться отношения абхазских епархий и митрополии. Эксперты надеются на дальновидность россиян и предполагают положительный исход дела. Для российской православной церкви это должно быть трудным решением. Корни этого запрета происходили тоже отсюда. То есть был некий конфликт изначально. Если люди, которые являются сторонами в этом конфликте, обращаются к патриарху с просьбой снять запрет и таким образом дать начало объединению, дать начало тому, чтобы этот конфликт был исчерпан, какие могут быть возражения по этому поводу? Я лично таких возражений не вижу. Я не вижу такой опасности для той же русской православной церкви. Мне кажется, для них это будет знаковое решение. Они напротив очень сильно укрепят свой статус, свой имидж в Абхазии, показав, что они способствуют разрешению конфликта, а не напротив его усугублению. Таким образом, абхазские священнослужители впервые за 8 лет противостояния достигли некого консенсуса. Теперь слово за патриархом русской православной церкви Кириллом.